Всем привет, с вами я Волтишевский и как вы знаете, компания Google наконец-то 15 октября анонсировала свои продукты. Кстати, Nexus 9 плюс Nexus 6 равно 15, то есть и 15 октября. Но я думаю, что Google что-то под этим самым именно и подразумевала, с учетом того, что люди очень сильно любят догадываться, делать какие-то догадки, то есть могли бы догадаться, что будет Nexus 6 и Nexus 9, и они будут 15 числа представлены. И, конечно же, прежде всего хочу сказать о планшете, который был представлен. Он 8,9 дюймов с разрешением 2048х1536. Это не самая четкая плотность и вообще качество, которое есть среди планшетов. Мы знаем, что Samsung Galaxy Tab S 8,4 дюйма и он имеет 2560х1440. То есть плотность пикселей чуть повыше, но пофиг с этой плотностью. Но главное, что больше плотность, чем у iPad Air. Что касается технических характеристик Nexus 9, то он имеет процессор Tegra K1 64-битный, такой, как в Nvidia Shield Tablet и вот в том планшете, который там стоит. Также 2 ГБ оперативной памяти и имеет производителя HTC. Основная камера на 8 Мп, дополнительная на 1.6. Что касается мегаплюшки с беспроводной зарядкой, то, к сожалению, наверное, ее не будет. По крайней мере, на сайте производителя и в технических спецификациях об этом ничего не сказано. Nexus 9 будет доступен в трех цветах. Это Indigo черный, лунный белый и песочный. Ну, изощряются как могут. И самое главное, что касается стоимости, то базовая 16-гигабайтная версия Nexus 9 будет стоить целых 400 долларов. Это достаточное подорожание, с учетом того, что первый Nexus стоил 199 долларов, второй Nexus стоил 229 долларов, этот будет 399 долларов. Помнится, какой-то планшет тоже стоит 399 долларов стартовая версия. Не знаете, какой? Следующее устройство – это нового поколения смартфон, который называется Nexus 6. Производство компании Motorola. Имеет дисплей 5,96 дюйма с разрешением 2560 на 1440 точек. Представьте себе, больше разрешения, чем у планшета. Я вообще не понимаю, как это вообще происходит, но так оно и есть. И очень мощным железом. Процессор Snapdragon 805 по 2,7 ГГц, 34-х ядерный, 3 ГБ оперативной памяти, и графический чип Adreno 420. Конечно же, еще проапгрейтили встроенную память. Теперь она только доступна в 32 ГБ или же 64, соответственно, без возможности расширения. И, конечно же, все фирменные плюшки, связанные с Wi-Fi AC, Bluetooth 4.1. Беспроводной зарядки, скорее всего, не будет, но есть турбозарядка, то есть за короткое время быстро заряжается. Что-то схожее, как у Note 4. Основная камера в 13 Мп, которая записывает 4К видео с 30 кадров в секунду. фронтальная всего лишь 2 Мп HD камера для конференц-связей. Они уточняют, что она даже не для селфи и там еще чего-то, а непосредственно для конференц-связей. Есть две вещи, которые меня очень смущают в этом устройстве. Во-первых, нафига такой большой? За счет этого он и толстый, то есть понятно, что там запихнули 3200 мА батарейку. Но, блин, сантиметров в толщину в 2014 году, в конце, начале 2015, это как-то не совсем продвинуто. И второе, сколько же он стоит? А стоит он просто дофигище. Его цена стартовая за 32 гигабайтную версию 650 долларов, что весьма дороговато. Я считаю, что эта цена очень даже премиальная. Ну, конечно, может быть, он и стоит этих денег, но, блин, мы же привыкли всегда, что Nexus стоит дешевле. Конечно, еще одну хитрость, которую сделала компания Google, они оставили Nexus 5 и даже немножечко скостили у него в цене, то есть уменьшили цену. Для чего? Для того, чтобы был как бы еще один вот такой продукт. Схоже тоже с компанией Apple, которая всегда оставляла предыдущее поколение на продажу. Для чего? Для того, чтобы был более бюджетный сегмент в продаже. Ну, не знаю. В принципе, что касается этих двух продуктов, не очень-то однозначные, можно сказать, впечатления, но есть еще некоторые вещи, которые компания Google анонсировала. это Nexus Player и Android 5.0 Lollipop. Lollipop, 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 Lollipop. Да. Так вот, что касается Nexus Player, это TV-приставка, которая имеет операционную систему Android TV, можно так сказать, и там все предназначено для кино. Вот, насколько я помню, там можно даже поиграть в игрушки. там есть встроенный процессор четырехъядерный от компании Intel. Плюс ко всему есть пульт, плюс ко всему есть уже игровой контроллер для игр. Все, конечно же, предназначено для развлечения. Такая плюшка, даже не знаю, сколько будет стоить. Пока еще, вот на данный момент, когда я снимаю это видео, неизвестная цена. Ну и, конечно же, это новый Android 5.0 Lollipop, который будет доступен для всей линейки Nexus. Это Nexus 6 и Nexus 9 прежде всего. Потом далее это будет Nexus 7 2013 и Nexus 7 2012 и также Nexus 5 и Nexus 4. То есть, предыдущие Nexus, к сожалению, официальную новую прошивку не получат. И плюс ко всему обновление до Android 5.0 Lollipop получат Google Edition устройства от HTC, возможно, от Samsung и, возможно, от Sony, который Sony Xperia Z Ultra. В общем-то, вся информация, что касается сегодняшних анонсированных моментов и продуктов, вы пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Nexus 9, что вы думаете по поводу Nexus 6, Nexus Player, а также того, что Nexus 5 также остался в поддержке, как официально и еще и продается. И, конечно, как все это смотрится с вашей стороны, что вы по этому поводу думаете. Но, по крайней мере, я постарался все рассказать, все то, что возможно. Спасибо вам, друзья, за то, что смотрели. Надеюсь, что завтра презентация компании Apple будет все-таки онлайн. Они ее анонсировали онлайн. И, конечно же, постараюсь перевести, сделать онлайн-трансляцию, так что не пропускайте все последние новости, которые я буду публиковать на своем канале UTIGE News Tech. Все, еще увидимся в новых видео. Также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok